Из всего этого я делаю вывод, что интеллектуальные способности Аптея Лаудинова, они объективно гораздо выше любого среднестатистического кадыровца. Поэтому Аптея, он не глупый человек, чтобы не понимать. То есть, это не так, что он до сих пор думал так, а потом раз и прозрел. Когда мы говорим, что он прозрел, понятно, я его троллю. Но вас не любят, вас ненавидят те, кого вы предали, в первую очередь, но и те, ради кого вы нас предали, тоже вас ненавидят. То есть, вы остаетесь в этой жизни ненавистны для всех. Тумсо, у вас двойные стандарты к чеченцам, которые воюют за Украину и к ветеранам ВОВ. Первых, вы в голосовом чате Хасана оправдали тем, что они воевали до событий в Палестине. А последним, вы в одном из эфиров сказали, что спросили бы, типа, вам от себя не воняет. Кого я спросил бы, что им от себя не воняет? Я что-то... Если ты говоришь про ветерана ВОВ, я так сказал, что не спросил бы, не воняет ли им от себя. Не припоминаю, что я такого говорил, но неважно. Окей. Суть вопроса в чем? Я думаю, не в том, что, то и как я сказал. Суть вопроса в том, ты не видишь в них разницу. Те, кто воевали во Второй мировой, и те, кто воевают сейчас в Украине. Дело в том, что у меня нет никаких претензий тем, кто воевали во Второй мировой войне. То есть, как я оправдываю их, точно так же, как я оправдываю тех, кто невольно оказался на территории, допустим, оккупированной Украины. Вот те люди, которых туда отправили, и они невольно там оказались, их поймали где-то, а таких очень много. Я их в легкую оправдываю. Я не оправдываю тех, кто добровольно поехал, допустим, воевать за Россию. Таких людей, конечно же, не оправдывал. Но те, кто оказался там не по своей воле, да какие вопросы, конечно, оправдывал. Что думаешь насчет того, что Аптий сказал, что пленных в Чеченцево не будут возвращать? Я видел сегодня это видео, Аптий зол на них, по сути сказал, что они ему не нужны. Ну, посмотрим теперь, как дальше. В любом случае, они являются военнослужащими российскими, и поэтому, я думаю, Украина по-любому будет пытаться в обменные списки их запихнуть, чтобы вызволить украинских военнопленных, потому что украинцам они тоже не нужны. Зачем они, украинцы? Держать их в тюрьмах, содержать. Абсолютно они им не нужны. Выпускать их на своей территории, давать им свободу, тоже, естественно, там никто не будет. Поэтому, я думаю, хочет Аптий того или нет, и в любом случае их, наверное, будут возвращать. Аптий Лаудинов просто, я думаю, озвучил свое мнение по этому поводу, типа, ко мне не обращайтесь, я не заинтересован в том, чтобы их вытаскивать. Ну, окей. Так, ну что, скажите, пожалуйста, Россия платит дань чеченцам. Что делать нам с этим навязанным очередными хорошими русскими мифом, который теперь распространился и на украинцах? Россия платит дань чеченцам? Я думаю, это очень абсурдное, смешное такое заявление. Дань всегда платит слабый сильного. Дань – это то, что выплачивается под угрозой уничтожения, захвата и так далее. То есть, дань – это всегда то, что ты делаешь под страхом. И понятно же, что в истории сегодняшней оккупированной чечении и России, понятно же, кто в этой ситуации сильный, понятно же, кто в этой ситуации оккупирован, кто завоеван, кто кому диктует условия. Это попытка подменить понятие, показать это с другого ракурса, чтобы у человека возникло какое-то другое мнение, и он из этого сформировал какое-то мировоззрение или мнение, либо это мнение уже кто-то сформировал и пытается ему навязать, чтобы это легче сделать, ему пытаются вот под таким углом это показать. А по факту, конечно, какая там может быть дань? Конечно, там именно чеченцы, все чечения платят сегодня эту дань России. Сегодня каждый работающий человек, чеченец, он выплачивает дань в российскую казну. Вот эти налоги, которые платит каждый работающий человек. Что это, если не дань? Потом, когда из налогов, из нефти, которую у нас вывозят и продают, из всего этого огромного объема денег, оттуда нам потом какую-то часть в виде дотации возвращают, ну не нам, я тоже так сказал нам, какую-то часть дотации возвращают своим марионеткам, своим чиновникам в Чечне в виде бюджета республики, и потом эти же их марионетки раздербанивают весь этот бюджет, разворовывают его, расфасовывают по своим карманам, и если это называть данью, это ведь огромная подмена, очень лживая. Ведь эти люди, даже те люди, которым они якобы пытаются показать, что это дань, кому они платят эту дань? Это ведь их же чиновники. Короче, это очень лживая подмена. Тумзо, почему Апти говорит, что презирает пленных и требует, чтобы они в плену что-то сделали, а тех, кто убежал, когда в Курск входили в САУ, приравнивает к героям России? Слушайте, копаться в убеждениях кадыровцев, это, знаете, так себе явление. Понимаете, они, являясь предателями, они рассуждают о предательстве. Являясь трусами, они рассуждают о мужестве. Поэтому искать в этом сейчас какую-то логику, это абсолютно бессмысленное занятие. Вы просто послушали, вот Апти что-то сказал, все окей, сказал, мы, значит, это приняли как данность, как факт. Он вообще иногда может какие-то правильные вещи высказать. Вот, например, у него было прозрение на днях, когда он узнал, что в Анапе задержали двух чеченцев. Они там попытались познакомиться с девушкой, какой-то конфликт возник, значит, подрались и их задержали. И вот Апти тогда, защиту этих двух парней, значит, высказался. Один из них, по словам Апти, является там каким-то волонтером, помогает СВОшникам. И в этой своей речи Апти очень возмущенно говорил о том, что вот, мол, их задержали только за то, что они чеченцы, по национальному признаку. Если бы они были русскими, их бы никто не задерживал. Мы что, люди второго сорта? Задавался он вопросом. То есть иногда у него такое прозрение, и он начинает вслух эти вещи говорить. На самом деле Апти не является глупым человеком. Я-то с ним лично общался, когда меня похитили. Он тоже ведь был, присутствовал на этой встрече в должности заместителя министра внутренних дел. Он тогда был. Он весь в препараде тогда приехал в каракулевой шапке с эмблемой МВД на лбу. Значит, в этой синей такой военной форме с генеральскими погонами и с орденом, с орденами на левой стороне. Вот при параде, как будто бы его с какого-то мероприятия прям выдернули. Он вот так приехал. И, в общем, там, конечно, это не был диалог. То есть там не было такого, что мы с ним могли бы о чем-то там говорить. Я мог, значит, его интеллектуальные способности оценить. Но на фоне остальных присутствовавших там Ислама Кадырова, Магомеда Хитанаева, Адама Шахидова, прочие какой-то под ногтевой грязи всяких, этот же нынешний мэр, допустим, Грозного, Хас Магомед Кадыров, на тот момент заместитель начальника ленинского РОВД Беслан Иразиев там присутствовал. И, естественно, какие-то их охранники там, Ислам-охранники, сопровождающие Аптиалаудиновые люди. Там было очень много людей в этом большом холле в доме, в служебном доме Ислама Кадырова. И вот просто из-за того, как они себя вели, кто о чем говорил, какие, как говорил, как строил предложение, свою речь, даже когда врал, как врал, как вел себя с ними, со мной. Из всего этого я делаю вывод, что интеллектуальные способности Аптиалаудинова, они объективно гораздо выше любого среднестатистического кадыровца. Поэтому Апти, он не глупый человек, чтобы не понимать. То есть это не так, что он до сих пор думал так, а потом раз и прозрел. Когда мы говорим, что он прозрел, понятно, я его троллю. Он это и так прекрасно знает. Он знает, что присутствует эта дискриминация. Он прекрасно понимает, что этот нацизм, фашизм, он процветает, русизм. Что его при любом удачном раскладе его схавают, его и все эти его полки, спецназы их ненавидят. Он это все прекрасно понимает. Просто иногда у него это вырывается. Он это начинает озвучивать. И говорит вполне правильные вещи. То есть ты его слушаешь, и ты не согласиться с ним не можешь. Это ведь правда. Да, конечно, со своей стороны, со своей этой кадыровской мурой, он это все озвучивает. Но тем не менее, тезис это верный. Вы что нас там считаете людьми второго сорта? А что нет, что ли? Не считают вас людьми второго сорта? А когда любые неудачи на фронте, вот, допустим, это курская история, кого в первую очередь начали в этом обвинять? Кого полетели? Полетела вся эта критика. Или, например, когда сам Аптия Лаудинова говорит, что эти девушки оскорбляли спецназ Ахмат и называли их тиктокерами. Ну так, эти девушки-то озвучили то, что про вас говорят и пишут миллионы россиян. Ведь в этом и уникальность, парадоксальность этой ситуации, что вроде бы вы за них там свои пятые точки рвете, вроде бы вы там погибаете, кровь свою проливаете, а вас все равно ненавидят. Вот она, участь предателей. Вас ненавидят те, кого вы предали, в первую очередь, но и те, ради кого вы нас предали, тоже вас ненавидят. То есть вы остаетесь в этой жизни ненавистны для всех. И это справедливость Всевышнего Аллаха по отношению к предателям. Именно этого вы и заслужили. Субтитры создавал DimaTorzok